Ознакомился Михаил Игнатьев и с ходом уборочных работ на полях хозяйства Геннадия Емукова. В этом хозяйстве уже не первый год делают ставку на элитные семена картофеля. Нынешним летом второй хлеб засеяли на площади в 200 гектаров. Урожай оправдал все ожидания фермера. С одного гектара собирают порядка 500 центнеров. Причем многие клубни в два раза превышают размер человеческого кулака. Фермер говорит, что в этом году на урожайность повлияли не только дожди. Поля орошали специальные катушечные установки. Вопросы с хранением овощей здесь решили в прошлом году. В хозяйстве возвели новое картофель-хранилище с климат-контролем. На его строительство было направлено более 10 миллионов рублей. Причем треть от стоимости объекта фермеру возместили за счет государственной поддержки. В этом году, уверен Геннадий Емуков, хозяйство получит неплохую прибыль. Пока вот этот сорт гавы, пока проблемы с реализацией вообще не возникало. Она скрывать не буду, по 8,50 она уходит. В Москву, в Самару, в Казань, еще другие города забирают. То есть уже не первый год сажали этот сорт, да? Нет, этот сорт я второй год. Но как бы вот я понял, что это самый такой востребованный сорт. То, что сегодня мы увидим, это современная технология. Вот немцы, говорит, приехали и начали завидовать, что у них рынок закрывается, они же нам санкции предъявляют. А здесь практически урожай хороший, люди довольны. Работают и ветераны. Для уборки картофеля в хозяйстве привлекают местное население. Каждый день они зарабатывают от 700 до 1000 рублей. Михаил Игнатьев поговорил с сельчанами. Многие вновь жаловались на низкие закупочные цены на молоко и на диктат сборщиков. Михаил Игнатьев посоветовал заключать с ними договоры, чтобы отстаивать свои права. Только так возможно избавиться от недобросовестных перекупщиков. Продолжение следует. Продолжение следует...